ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Родниковая вода из экологически чистого проверенного источника практически не нуждается в очистке. Добираясь из недр до поверхности земли, проходя через песок и гравий, она подвергается естественной очистке. Но родники, так же как и артезианские скважины и колодцы, подвержены загрязнению. В наше время невозможно гарантировать неизменное качество родниковой воды, так как оно зависит от выбросов безлежащих промышленных предприятий, конечно, от сезонных обстоятельств, таких как ливни и паводки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Качество воды в роднике во многом зависит от места его расположения, поэтому часто горожане предпочитают посещать источники, находящиеся в лесопарковой лесной местности, где нет промышленных объектов, не ведутся сельскохозяйственные работы, вдали от автомагистралей и крупных поселений. Здесь, по мнению многих людей, вода самая чистая, однако даже в таких, казалось бы, проверенных местах, в период снеготаяния, когда в родники с поверхности земли талыми водами смывается мусор, отходы, вода может стать непригодной для питья. В паводок мы традиционно как бы обращаемся к жителям. У нас жители очень любят использовать воду, считают, что она более чистая. Из неофициальных источников питьеводоснабжения берут воду в родниках. Если этот родник благоустроен, вокруг него чисто, то, конечно, им можно пользоваться. И вода, по крайней мере, не содержит хлоросодержащие вещества. И население очень благотворно оценивает эту воду, потому что потребители, в первую очередь, оценивают воду на вкус, на цвет, на запах. Если нет посторонних запахов и привкусов, мы с вами считаем, что вода, как обыватели, считаем, что вода хорошая. Поэтому население, люди как-то очень любят пить воду из родников. Но мы всегда говорим, что если в летний период качество воды стабильно, и не может вода сильно загрязниться, то в период паводка эта вероятность многократно увеличивается. И с паводками, водами может произойти загрязнение. А так как мы не контролируем вот эти источники, то, конечно, дать гарантию, что там вода соответствует демническим требованиям, это невозможно. Ежегодно ранней весной санитарные врачи Роспотребнадзора предупреждают о возможной опасности употребления родниковой воды и напоминают, если вы используете воду из источника в период паводка, перед употреблением ее обязательно нужно кипятить. Ну и, конечно, надо смотреть, обращать внимание на санитарное состояние вокруг этого источника. Потому что если, как бы, благоустроен этот источник, и вокруг нет свалок несанкционированных, а сейчас сами знаете, что снег сойдет, и мы увидим неприглядную картину несанкционированной свалки, санитарное состояние будет оставлять желать лучшего. Поэтому, конечно, не советуем мы в этот период пользоваться такими источниками. Тем более, без кипячения. Вода – это основополагающий фактор, который определяет здоровье отдельно взятого человека и нации в целом. Поэтому качеству воды всегда уделяется большое внимание, особенно в период паводка. Увеличивается кратность отбора проб. Вода подается в соответствии с СанПИН, вода питьевая. Конечно, регистрируются некоторые отклонения. В пределах 5% в целом, если взять анализ за год, то где-то в пределах 4-5% регистрируется нестандартных проб в городе Рязани по микробиологическим показателям. Есть определенные химические отклонения воды. То есть это связано с природным составом подземных вод. То есть в некоторых районах регистрируется в воде повышенное содержание железа, повышенное содержание фтора или, наоборот, пониженное содержание фтора. Это, конечно, анализируется, и в связи с этим выдаются определенные рекомендации населению. Например, если фтора в воде содержится много, то специалисты рекомендуют использовать фтор, содержащие зубные пасты. Если мало, наоборот. Рязанский район, Рыбновский район, повышенное содержание фтора в питьевой воде. Клепяковский район, повышенное содержание железа в питьевой воде. Хотя это верхняя граница норм, которая допускается, но все равно население должно об этом знать, чтобы как бы себя подстраховать, потому что корреляционная связь между качеством воды и определенными заболеваниями, она все-таки прослеживается, чем, собственно говоря, занимаемся, вот управление Роспотребнадзором вообще занимается наша служба. То есть мы анализируем качество питьевой воды и проводим корреляционную связь с заболеваемостью, которая регистрируется в данном населенном пункте. Поэтому вот население об этом должно знать, конечно. На сайте Роспотребнадзора можно узнать характеристику воды в целом по области. В управлении ежегодно готовятся государственные доклады по Рязани и районам области, в которых дается оценка качества питьевой воды. В управлении Роспотребнадзора работает телефон горячей линии, по которому любой житель города Рязани и Лизанской области может обратиться с любым вопросом, который относится к компетенции нашего управления и получить квалифицированный ответ и консультативную помощь. 8 800 122 62 В обширном списке дополнительных занятий, предлагаемых дошколятом в детских садах, все чаще можно встретить такую дисциплину, как шахматы. Однако родители предпочитают записывать детей на ритмику английские или танцы, обходя шахматы стороной. И, кстати говоря, совершенно напрасно. Специалисты считают, что если вы хотите развить умственные способности своего чада, научить ребенка мыслить самостоятельно, анализировать, предполагать, стоит присмотреться к занятиям шахматами, даже если вы не хотите вырастить из ребенка чемпиона в этом виде спорта. Чем тебе именно нравятся шахматы? Что в них надо играть и развивать уроки. А кроме рук еще что? Ум. Обучаясь игре в шахматы, ребенок запоминает правила самой игры и учится неукоснительно их соблюдать, что способствует и тренировке памяти с одной стороны, и приучать к дисциплине с другой. Кроме этого, ребенок анализирует действия соперника и просчитывает ходы, которые могли бы привести его к победе. Таким образом развивается аналитическое мышление. Малыш учится задумываться над результатами какого-либо действия, прежде чем его совершить. Разве не этого качества так не хватает многим взрослым в повседневной жизни? Пришли к выводу в разных странах, совершенно независимо, что шахматы в школах дают школьникам какие-то особые знания и быстрее формирует мозг школьников. И поэтому шахматы практически на всех континентах пошли в школы. Причем мы не первые, мы сейчас пытаемся догонять. В процессе игры ребенку приходится раз за разом принимать самостоятельное решение, делать выбор в пользу одного или другого варианта развития событий. А поскольку результат не заставляет себя долго ждать, малыш учится делать выводы из своих поступков и брать на себя ответственность за них. А соревновательный элемент, являющийся неотъемлемой частью шахмат, только подогревает интерес ребенка, не давая ему забросить это непростое занятие. Ведь для детей важно не только участие, но и победа. А есть ли какая-то у тебя мечта? Может быть, чего ты хочешь добиться? Я мечтаю поехать в Санкт-Петербург на турнир по шахматам. Ребенку в возрасте 4-5 лет вполне по силам освоят шахматную науку. Кстати говоря, практически все знаменитые гроссмейстеры познакомились с шахматами именно в этом возрасте. Конечно, речь о профессиональных занятиях шахматами сейчас не идет. А потому не стоит ожидать от малыша каких-то выдающихся результатов. Само умение играть по правилам можно считать достижением для этого возраста. Если вы сумеете найти подход к крохе, заинтересовать его игрой, то освоить шахматы можно и в домашних условиях. Однако практика показывает, что детям интереснее заниматься вместе со сверстниками. В виде усердия других юных шахматистов ребенок тоже будет стараться соответствовать. Что тебе нравится в шахматах? Чего ты хочешь добиться? Ну, я хочу добиться хорошего результата, чтобы у меня получить первое место. Вот что именно нравится в игре? Ну, что там за его, там всякие призы тебе дают, всякие там места за его есть можно. А сама игра чем-то нравится? Ну, что тебе помогает как бы развиться дальше. Как ты отмечаешь вот это вот развитие, что действительно это помогает развиваться? Ну, что вот ты думать больше будешь. Вскоре после начала занятий вы наверняка заметите, что малыш стал более телеустремленным, упорным. Ведь в шахматах без этого нельзя. Даже поражение здесь лишь способ сделать новые выводы и играть дальше. Надо сказать, что эта игра – отличный способ самовыражения и общения для тихих, излишне скромных детей. Большинство из нас, благодаря воздействию солнца, чувствуют себя здоровыми, энергичными и полными жизни. В умеренных дозах солнечный свет идет нам на пользу. Однако, чрезмерная любовь к бронзовому загару грозит ранним старением кожи и вероятностью различных заболеваний. В следующем сюжете расскажем о том, как сохранить молодость кожи на солнце. Под воздействием солнечных лучей организм человека начинает производить витамин D. Он необходим для формирования здоровых, прочных костей. Помогает предотвратить развитие рахита у детей. Витамин D также защищает организм от остеопороза, истончения и ломкости костей, серьезного заболевания, которому подвержены многие пожилые люди. Так солнце помогает нам, однако благотворно воздействуют на человеческий организм лишь небольшие дозы солнечного облучения, а не длительное поджаривание на пляже или в солярии. Всегда необходимо использовать солнцезащитный крем с СПФом не меньше 25. Для того, чтобы обезопасить кожу от чрезмерного загорания, от чрезмерного воздействия, которое, несомненно, будет приводить к преждевременному старению кожи. Потому что преждевременное старение кожи напрямую связано с ультрафиолетовым облучением. Даже если вы находитесь в нашей средней полосе и планируете выезжать на все выходные, при условии, если они будут солнечные куда-то за город, то рекомендуем на лицо и область шеи, декольте использовать солнцезащитный крем. Но это сейчас весной, а летом, естественно, лучше всего использовать солнцезащитный крем на всю поверхность кожи. Ну и смотреть, на какое время рассчитан этот крем. Естественно, если вы принимаете водные процедуры, если вы купаетесь в море, в реке, в озере, в пруду, неважно где, то, естественно, нужно через 2-3 часа, в зависимости от средства, которые вы применяете, повторно наносить его на все участки кожи. Еще одно негативное следствие сильного ультрафиолетового излучения – фотодерматит, бурная воспалительная реакция кожи с образованием волдырей покраснения зуда и шелушения. Чаще других фотодерматиту подвержены люди со светлой кожей и маленькие дети, у которых механизмы защитной реакции кожи значительно слабее. Ультрафиолетовое излучение может вызвать обострение хронических заболеваний, появление новообразований. Поэтому врачи не устают напоминать следующее. Не рекомендуется много загорать светлым лицам со светлой кожей. Тем, у кого значительное количество родимых пятен темного цвета, тем, у кого много веснушек на лице, мы таким людям вообще не рекомендуем загорать, потому что, как правило, на фоне ультрафиолетового облучения, на фоне загара, веснушки проступают еще в большей степени интенсивности, а люди с светлой кожей очень часто быстро обгорают. И у нас значительный поток пациентов в дерматологическую клинику, именно май-июнь, это люди с фотодерматитами, те, у которых имеются аллергические реакции на солнышке, и те, которые имеют как бы обыкновенный простой дерматит, просто от воздействия чрезмерного инсоляции. Не забывайте использовать солнцезащитное средство. Степень защиты должна соответствовать вашему типу кожи. С появлением легкого загара вы можете снижать уровень защитного крема или спрея, однако пользоваться специальным средством нужно все время, что вы пребываете на солнце. Пациентам, у которых акне, пациентам с розацией, пациентам дерматологическим, красной волчанкой больным, мы рекомендуем применять с СПФ 40-50 для того, чтобы воздействие свести к минимуму, так как это вызывает обострение. Некоторые пациенты с акне говорят, что им лучше после солнышка, но это все очень временно. В течение буквально недели-двух кожа становится как бы лучше. Но дело в том, что воздействие ультрафиолета и воздействие солнечного света всего его спектра, оно вызывает усиление образования сала и, естественно, в дальнейшем состояние кожи будет ухудшаться. Что касается любителей соляриев, то врачи напоминают, чаще одного раза в неделю их посещать не рекомендуется. Идеально это делать биопробу. Ну, я не знаю, насколько часто она применяется в наших соляриях. Дело в том, что пациентам наших клиник, которым по тем или иным причинам показано ультрафиолетовое облучение, у нас есть свой солярий, мы проводим биопробу. То есть специально такая пластиночка накладывается на предплечье. И по минутам, 30 секунд, минутам, 2 минуты. И поэтому мы определяем, с какой минимальной дозировки можно начать применять ультрафиолетовое облучение. Чтобы ваша кожа была красивой и здоровой, нужно научиться правильно загорать. А еще важно помнить, что здоровый цвет лица – залог сбалансированного питания и правильного ухода. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам здоровья, бодрости духа и цветущего вида. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова